Урок иностранного языка в формате квеста, рисование звуками и еще десятки идей, как сделать учебный процесс ярче, интереснее и информативней. В 68-й школе Самары состоялся финал окружного этапа профессионального конкурса «Учитель года Самарской области». На участие в этом этапе поступило 20 заявок. В финал вышли 6 педагогов. Половина из них – молодые учителя. И если обычно в конкурсе участвуют преимущественно преподаватели русского языка, математики, физики, то в этом году больше учителей иностранных языков, литературы, физкультуры и даже музыки. Проверка своих способностей, сил, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Эта технология, она называется так – звукообразное рисование. То есть, по сути, оно не так часто применяется в музыке. И тем самым я и хотела показать, что такие технологии, которые можно использовать, как и, допустим, интегрированный урок музыки, допустим, с изобразителем искусства, с литературой. Городской этап конкурса проходил в несколько туров. Победитель выбирает компетентное жюри. Наш конкурс – это общение, это обмен опытом, это профессиональный разговор. Каждый конкурс, каждый год – это новые какие-то находки, появляются новые имена в образовании, какие-то новые идеи, какие-то новые наработки. Действительно, мы можем увидеть те результаты, которые наше государство вкладывает в развитие образования, в том числе, в реализации современных национальных проектов. Я думаю, это большое подспорье для вас и в будущем, в карьерном перспективе, в личном развитии. Но самое строгое жюри – это дети. И их мнение также будет учитываться при выборе победителя городского этапа конкурса. При этом проигравших в этой шестерке лучших педагогов нет. Каждый из них автоматически попадает уже на областной этап, где и поборется за звание лучший учитель года Самарской области. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.